Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире наш традиционный политический обзор на YouTube-канале «Взгляд с небесной». И в этом выпуске мы с вами поговорим о основных политических новостях, которые попали в нашу сферу зрения. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Существенно ограничивают свободу религиозных организаций и религиозных групп. Совершенно логично это происходит в направлении той самой доработки законодательства, которое было обещано властью после внесения и принятия поправок в Конституцию. Именно это и подразумевалось, когда власть говорила нам, что после принятия поправок российское законодательство будет существенно доработано. Самое время вспомнить тех, кто горячо поддержал внесение этих поправок. Среди них достаточно много и религиозных иерархов на высоких церковных должностях. Вот именно благодаря их усилиям и поддержке мы сегодня получаем новые нормы закона. Ужесточение происходит по всем параметрам. Ограничивается участие в религиозных организациях, объединениях, в части учредительства и участия лица безгражданства и иностранца, которые признаны нежелательными. Люди, получившие религиозное образование за рубежом и претендующие на какие-то должности в церкви, должны проходить дополнительное образование в России, религиозные группы должны будут уведомлять Министерство юстиции теперь в три раза чаще, чем раньше. И много-много чего. В принципе, весь вот этот набор поправок следует одной логике. Чрезвычайно усложнить и ухудшить жизнь легальных религиозных структур. Те, кто регистрируется, те, кто хочет быть прозрачным перед законом, транспарентным, открытым. Вот именно их жизнь этими поправками в очередной раз будет сильно ухудшена. Разбирать их подробно нет смысла. В сети уже очень много комментариев к этим поправкам. Я думаю, что каждый легко найдет оценки экспертов и комментариев к этим поправкам. Показательно, что эксперты разделились радикально. Одна часть экспертов, примерно половина, считает, что эти поправки сильно не ухудшат жизнь религиозных организаций. Ну, как бы говорят, что это ужас, конечно, но уж не ужас, ужас, ужас. А вот вторая часть считает, что эти поправки существенно ограничат свободу религиозных организаций и создадут им массу проблем, ссылаясь на совершенно логичный и обоснованный аргумент, опыт предыдущей деятельности. Ну, действительно, согласитесь, что для участкового милиционера, который будет надзирать за вами на вашей территории, разобраться в законе, что значит участник, а не член религиозной организации, а именно в этом законе происходит замена членов на участников, будет чрезвычайно сложно. Да и закон чрезвычайно расплывчат в этом отношении. Ну, вот зашел человек на богослужение. Ну, значит, он уже участник, если он еще и принял участие в какой-то молитве и так далее. А потом вдруг выяснилось, что этот человек нежелательный или имеет еще какие-то проблемы с законом. Откуда знать об этом пастору и людям, собравшимся на молитвенное собрание? Но если этот человек у них побывал, то все они уже автоматически нарушили закон. Показательно, что вот это разделение на группу, скажем, тех, кто предрекает очень плохо и тех, кто говорит не очень плохо, не предусматривает какой-либо части экспертов и религиозных деятелей, которые бы сказали что-то положительное об этих поправках. В этом отношении в религиозном сообществе полная консолидация мнения. Консолидация мнения в негативной оценке внесенных поправок. Информационно-аналитический центр «Сова» представил очередной доклад о проблемах реализации свободы совести в России в январе-июне 2020 года, то есть за первое полугодие 2020 года. Всем рекомендую внимательно ознакомиться с этим докладом. Здесь очень хороший разбор ситуации сделан по ситуации церквей, религиозных организаций в условиях пандемии, их взаимоотношений с властями. Анализируется применение закона Яровой за истекшие полгода. И очень большой раздел посвящен преследованиям свидетелей Еговы. Я напомню, что не так давно, буквально 2-3 недели назад, например, в Воронежской области, была массовая акция устрашения, когда одновременно проводили 110 обысков в домах свидетелей Еговы. Очень много людей было задержано. По состоянию на сегодня под стражей находятся 34 свидетеля Еговы. Десятки людей находятся под следствием. И тенденция, к сожалению, крайне-крайне удручающая. Всем рекомендую к ознакомлению этот доклад. Ну и вообще следить за новостями и информацией на ресурсах центра САВЫ. Очень качественная, авторитетная, уважаемая организация, где вы найдете объективную, достоверную информацию, имеющую под собой абсолютно профессиональный фактичинг и профессиональный комментарий юристов. Ну а на фоне наших ужасов Шведская Лютеранская Церковь взбодрила общество потрясающей глянцевой рекламой своего собрания служителей. Реклама, которую она выпустила, в том числе и на русскоязычной странице Шведской Лютеранской Церкви, буквально потрясла спокойствие религиозного сообщества. Масса комментариев, оценок мнений относительно уместности такого таргетирования аудитории. Как всегда начались дебаты и споры о приемлемости и соответствии священному писанию женского рукоположения и так далее. Все это очень интересно. И уже поэтому, нужно заметить, на мой взгляд, реклама цели достигла. Она взломала, взбаламутила вот такое наше спокойное течение жизни и погрузила нас в активные и эмоциональные обсуждения происходящего с церковью. В этом отношении реклама исключительно полезную и положительную роль сыграла. Ну и посмотреть на нее приятно. Женщины красивые и одеты хорошо. Проблема только в одном. Что по статистике все церкви, принявшие женосвященство, а я говорю именно о церквях, там, где есть литургическая традиция, о тех, кого принято называть высокоцерковными религиозными объединениями, с литургической традицией, с таким глубоким богословием. Так вот, во всех этих церквях, которые приняли женосвященство, на отрезке 5-10 лет начиналось благословение однополых отношений, как браков, к сожалению. А следующим шагом после этого начиналось рукоположение открытых гомосексуалистов в священный сад. Я здесь слово «открытых» употребил не случайно, а намеренно, именно потому, что с христианской позиции данный вид отношений однополых является очень тяжелым грехом, глубоким грехом. И поэтому все люди по своей природе грешны, у каждого, как говорится, свои грехи, но вообще человеку свойственно над своими грехами размышляется, крушается и кается в них. Но вот когда мы говорим об этом грехе и говорим о его открытости, это тот случай, когда человек своим грехом гордится и презентует его обществу как некую новую норму поведения, которую он в обществе утверждает. И здесь, увы, вот эта тенденция последующая, да и само отношение шведской литеранской церкви государственной к этому вопросу, увы, не делает эту рекламу привлекательной на длительную перспективу. Но все же отдадим должное. Попытка была хорошая, спокойствие было нарушено и уже за это нашим сестрам спасибо. Ну, а в нашей экономике тишь да гладь, но не благодать. На этой неделе президент Путин утвердил цели национального развития до 2030 года. Если коротко суммировать подписанные документы, то можно сказать просто. Наше правительство и президент решили особо не париться и просто поменяли сроки во всех своих стратегических документах. Там, где раньше стоял 2020 год, теперь стоит 2030 год. Ну, то есть планировали повысить уровень жизни к 2020 году, но как-то не случилось и написали 2030. На 10 лет заморожено повышение пенсии. Это большое спасибо от власти всем тем пенсионерам, кто голосовал за поправки в Конституцию. Вот именно вы этого добились решения, сделали его возможным. Так что, как говорится, наслаждайтесь. Пенсии теперь будут индексироваться по контексту новых решений лишь на величину инфляции. И какого-то повышения экономического уровня жизни не предусматривается до 2030 года. Очень размытые показатели. По ряду лет они вообще снижены. Например, если задача ставилась достигнуть продолжительности жизни 78 лет к 2024 году, теперь эта задача отнесена к 2030 году. С сокращением бедности и так далее все то же самое. Все относится на 10 лет вперед. Ну, а там по известной пословице. Как говорится, или шаг, или и шаг. И кто там вообще в 2030 году в чем будет разбираться. Порадовал нас и премьер-министр Мишустин. Выступая в Государственной Думе на этой неделе, он нас очень сильно ободрил и сказал, что все условия для рывка российской экономики были. Но помешал этому рывку коронавирус. По его мнению, нас это должно успокоить, что, ну, слава богу, условия-то есть. Для рывка у нас все есть, как хорошо. Если бы не вирус, то рванули бы. Но что-то подсказывает мне, что выступая в Государственной Думе осенью этого года, премьер Мишустин сообщит нам, что для рывка экономики этим летом помешало слишком большое количество осадков. Аномальные дожди. Ну, а зимой, как известно, рывку экономики в России всегда мешают аномальные морозы и неожиданно выпавший снег. Так вот и будем жить в условиях, когда вроде бы все есть, но что-то постоянно мешает. И, наверное, именно для подкрепления рывка экономики в правительство была представлена инициатива о создании Государственного фонда квартир одиноких пенсионеров. С этой инициативой выступил Союз потребителей и идея этого фонда, которую представил заместителю председателя правительства России Марату Хуснулину, глава этого объединения, состоит в том, чтобы взять под свою опеку и контроль весь жилой фонд, где проживают одинокие старики. Заключить с ними договор, выплаживать им небольшую денежку, ну а после их ухода к Всевышнему эти квартиры забирать в доход государства и, соответственно, продавать на рыночной основе. Инициатива, прямо скажем, сомнительная. Ну, мы все очень хорошо знаем, как часто оборачивается дело для одиноких стариков с их квартирами. В этом отношении, увы, накоплен очень большой печальный опыт. Ну и, честно говоря, вот на фоне всех громогласных заявлений о наших рывках, достижениях, обгоне Португалии, полетах и высадке на полюсах Луны, такой вот источник дохода государства, как отъем и прибирание к рукам квартир одиноких стариков, выглядит, ну уж просто каким-то совсем изуверским способом улучшить положение бюджета. Ну и к хорошим новостям. В России будет построен главный храм российских олимпийцев. Те, кто думал, что на храме ВСРФ все закончится, вы глубоко ошибались, и ваш пессимизм будет посрамлен. В России будет храм олимпийцев. Ну, даже страшно предположить, какое там должно быть количество скульптур олимпийских богов и прочее, но если это храм действительно олимпийцев, какими будут там скульптурные композиции, ну, посмотрим и будем наслаждаться. Храмовый комплекс будет воистину олимпийских размеров, он займет 17 тысяч квадратных метров, храм на 2000 прихожан будет иметь необычайную планировку, как нам многозначительно намекает источник из московской патриархии. Ну, что касается необычности планировки, мы уже наблюдали это на храме Вооруженных сил РФ. Наверное, мы можем увидеть что-то уж вовсе олимпийское. Например, алтарь в форме боксерского ринга. Апсиду храма в форме пяти колец олимпийского движения. Ну, я не знаю, что еще. Дорожку для прыжков с шестом, может быть, к месту проведения исповеди. Но вообще олимпийские выезды спорта оставляют богатый простор для воображения вот этих вот особенностей архитектуры нетрадиционных для храмового строительства, которые будут реализованы в этом проекте. Я уверен, что это будет очень интересно посмотреть. Строится, как и всегда, конечно, это будет на бюджетные деньги, которые возьмут из нашего с вами кармана. И вообще в России вот это такое стратегическое направление храмостроительства выбрано и зафиксировано, я думаю, надолго. То есть каждое сословие должно иметь свой храм. Есть храм чекистов на Лубянке, есть храм военных, вот это вот страшное место, которое даже на фотографиях производит жуткое впечатление. Теперь будет храм олимпийцев. Ну, потом, наверное, логично построить храм учителей, храм газосварщиков, храм работников железнодорожного транспорта, храм авиаторов, храм медсестер, хлебопеков, водителей дальнобойщиков, ну и так далее, богатейший простор для фантазий. То есть храм дальнобойщиков можно построить в виде фуры, храм железнодорожников в виде паровоза, храм летчиков в виде самолета, ну и так далее, и так далее. Есть только некоторые вопросы с какими-то врачебными специальностями. Там храм в виде, так сказать, основных приложений некоторых профессий может выглядеть двусмысленно, но с другой стороны уж, если, так сказать, расширять несвойственную традицию, то можно и не останавливаться на полумерах. Так что увидим с вами храм окулистов. Ну и в заключении беглый обзор основных международных новостей и событий. С очень важным для нас заявлением выступил на слушаниях в Сенате заместитель госсекретаря США Стивен Биган. Сказал он ни много ни мало, что Соединенные Штаты Америки считают почти невозможным прогресс в отношениях с Россией. Авторитетное издание «Россия в глобальной политике», давая комментарий этой новости, выразилось так. В этой фразе является лишним одно слово. Это слово «почти». Ну и да, мы с этим тоже согласимся. Отношения между Россией и Соединенными Штатами охладели настолько, что стремительно пройдя отметку времен Холодной войны, устремились куда-то далеко вниз, так далеко, где они не были ни разу за всю историю 20 века, да и даже за всю историю взаимоотношений России с Соединенными Штатами. Практически все инициативы и проекты заморожены, отношения скатились, ну, буквально, чисто представительским формам и дежурным заявлениям. Не все благополучно и на Европейском театре дипломатических действий России. Ее стратегия, страны-бензоколонки, терпит просто тотальное поражение. Европа на этой неделе вновь подтвердила свой стратегический выбор перехода к чистым видам энергии и активно ведет диверсификацию поставщиков сырья на европейский рынок. Уже скоро в Европу пойдет газ из Израиля, газ из Турции, активно начал поступать на рынок Европы сланцевый газ из Соединенных Штатов, ну и многие другие альтернативные поставщики энергии подключились, Азербайджан и так далее. А я напомню, что эта ситуация начала развиваться после газовых войн, которые Газпром устроил Украине. Помните, тогда на рубеже 12-13-14-х годов Российская Федерация останавливала прокачку газа через Украину, подвергая риску европейских приобретателей сырья. И именно тогда по результатам этих действий Европа признала Россию недобросовестным поставщиком, использующим поставки энергоресурсов как инструмент политического шантажа. Прошло не так много лет, 6-7-8 лет максимум, и мы видим, как вот это политическое решение воплощается в жизнь. Российский Газпром буквально день за днем теряет свои доли и позиции на европейском рынке поставок сырья. Российская нефть Юрлс находится в одном из самых худших положений за всю историю своего экспорта. И эта ситуация будет развиваться. Падение поставок Газпрома будет происходить как и в физическом объеме, так и по цене. Потребители в России уже покупают газ дороже, чем европейские потребители многих стран. И дальше это будет все более расходящиеся ценовые ножницы. Газ для потребителей в Европе будет все дешевле, а для нас все дороже. И это показывает, как опасно недооценивать политические решения европейского сообщества. Я напомню, что когда в Европе принимались эти решения в отношении России, чисто политические, они не могли дать моментальных экономических последствий. Это была политическая декларация. О том, что Россия является недобросовестным поставщиком. О том, что Россия использует поставки коммерческого продукта, энергоресурсов, как инструмент политического давления и политического шантажа. Так вот, недооценивать эти заявления крайне рискованно. Европейская политика устроена так, что там ничего не бывает зря. И там никто ничего не забывает. Там нельзя просто сказать, ну ладно, погорячились, идем дальше. Там все трудно, сложно и надолго. Поэтому, увы, для российской экономики, но будущее международного сотрудничества и развития не сулит ей ничего хорошего. Ну, а внутри российские рывки мы очень хорошо знаем, чем заканчиваются и как проходят. На сегодня Россия в своем экономическом развитии оказалась по уровню доходов уже в 2011 году, откатившись почти на 10 лет назад. По уровню цен она осталась в 2020 году. За прошедшие десятилетия даже старые экономики, такие как Соединенные Штаты и Европейский Союз выросли на цифры в районе 8-10%. То есть старые экономики в тех странах, где уровень жизни превосходит российский в 6, в 10 и более раз. Даже они там, где очень высокая база, даже они продолжают расти. И наша страна с одной из самых низких экономических баз продолжает стремительно падать, но в лучшем случае топтаться на месте. И вот эти 10 лет топтания на месте российской экономики привели к тому, что мы уже очень существенно потеряли в доходах. Ну а самое страшное, что будущее нам сулит в лучшем случае вот тот же самый нулевой рост около ноля. А в экономике, оставаясь на месте, вы идете назад. В экономике, если вы просто стоите, значит вы падаете. Ну что ж, дорогие друзья, такими были основные новости прошедшей недели. Надеюсь, что неделя наступающая принесет нам больше поводов для радости и оптимизма. Храни вас Бог. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok